всем привет дорогие друзья добро пожаловать на обзор варкапа 295 карта r7 desert стало быть пустыня до либо как-то так карта стрейф я ее совсем не играл но давайте ее посмотрим ну и собственно перейдем к демкам здесь у нас видно что большая платформа значит можно сделать при джамп какой-никакой естественно нужно падать на рамку чтобы было больше скорости здесь все прыжки прыжки в центр по идее между купать можно это не очень хорошо это значит что возможно такие случаи были хотя это очень надо пиксель перфектно конечно то упасть так бежим дальше видим пирамидку видим платформы естественно тут очень много разных скипов будет я уже видел демку на ютубе у и каруса точнее демку и карса на ютубе стрейф вроде как не очень сложный так а это то да то есть у нас еще и два пути ну ка или нет или да но по ходу вот мы оттуда бежим по ходу или нет а это вообще финиш так а в пирамиде всегда что интересно интересно то есть люди еще и наверное под заморочились немного поискали роут и пока в дырочке дырочки другая дырочка а ну то есть мы поворачиваем зайдем в эту дырку в этот тоннель здесь мы естественно все перепрыгиваем все ямы и поворачиваем на финиш а можно ли нет там дырки нет срезать никак нельзя и среди как не получится забраться тоже никак не получится ну получается что просто стрейф на технику без особых роутов понятно что все будет строиться от спейсинга и от того где ты сможешь срезать где ты не сможешь срезать ну мне такие карты честно говоря не очень нравится потому что нету никакой специфики типа вот здесь поворачиваем можно наверное где-то там пораньше срезать здесь мы перелетаем и просто поворот вот и финиш ну да карта такая себе ну то есть роутов особо нет все строится на спейсинге то есть там буквально будет три роута как бы медленный средний с перелетом каких-то мест и быстрый с перелетом всех возможных мест все то есть карта ну такой себе на самом деле но чтобы отдохнуть так сказать по стрейфить отдых для души и все такое давайте начнем своку 351 и 4 skyx для в кутре естественно раз сам в кутришник если кто не знал для в кутре тут естественно должны быть свои какие-то плюшки так все рассчитано все надо везде попрыгать на краешке чтобы все перелететь все ямы ну вот то есть медленный понятно что вы кутри наверно некоторые перелеты будут исполняться сложнее но посмотрим топовые места посмотрим как это должно выглядеть так грунт фреймы skyx не умеет делать это нужно будет научиться если хочешь в кутри успешно выступать ну нормально без особых каких-то вот врезался да а так очень даже ничего но квик неплохо 59 всего лишь на полсекунды обидно квик мог бы и побыстрее сприджампом но здесь опять же скорее все ошибка что очень широко поворачивает хотя бы кутри свои приколы и возможно где-то скажу неправильные вещи но все равно то как я вижу здесь как бы можно да ну в данном случае если у вас просто немного скорости можно заворачивать и поострее так сказать то есть не бояться потерять немного скорости но при этом сократить себе траекторию но на некоторых картах по моему бывает такое что лучше идти пошире но зато будет больше скорости но это очень это зависит от карты в целом компа лому 48 5 в онлайне играл вот более уже уже идет видите очень долго жмёт прыжок компа ломус это конечно минус skyx с криком чуть не обратил внимание но здесь видно что очень долго жмёт прыжок из-за этого много скорости не добирает тоже хорошо зашел в туннель здесь тоже просто как серком повернул ну неплохо 9 из 14 уже хорошо гмук . на 5 секунд перебил 43 5 так халубит пошел так 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 видно более техничное исполнение с граунд фреймами прыжок уже жмёт получше чем остальные ну неплохо неплохо хорошо страйфинг нук . вовка 40 30 посмотрим так хороший гранд фрейм и очень хорошо завернул здесь корс специально не набирал видимо для спейсингов гранд фрейм и хорошие единственное что и здесь перелет ямы хорошо зашел в туннель единственно что очень долго целишься в худ в самце газ то есть нужно делать это немного побыстрее иногда и тогда у тебя будет больше ты в целом будешь набирать больше скорости на протяжении всей карты если будешь ну надо пады в общем поиграть чтобы это подточить чтобы примерно знать где будет худ при какой скорости и так далее это все задрачивается я не говорю что это что-то вы пофиксить и у себя там типа какую-то одну вещь что-то измените в своем стрейфе у вас все будет получаться нет это надо задрачивать это нужно играть пады нужно играть много стрейфа и в целом он вам как я говорил ранее когда-то на каких-то обзорах почти на всех наверное стрейф вам поможет на пушках в любом случае не ларва 43 088 точно такой же тайм как у вовки так с ударом об стену тоже да тоже набирает много скорости здесь тоже с ударом об стену возможно так правильнее ну что удар об стену тебе сразу все скоро срезает остановка она более постепенно и так сказать ну вот в худ попадает более точно но в некоторых моментах на каких-то граунд фреймах вовка был быстрее то есть я думаю так что здесь у вовки более хорошее исполнение в плане техники в целом да именно пост по хождению по земле так сказать а у него вы больше просто он точно точнее вход попадает всем больше скорости набирает но из-за того что у него техника немного хромает и он в целом возможно не такой себе немного роут выбрал и вот так плюс-минус у них вышли одинаковые таймы так а аренд 42 и 7 я понимаю если что что это у меня такой шрифт отстаньте от меня мне абсолютно не важно так тоже хорошие гранд фрейм и в стену не ударялся просто поворачивал но здесь скорости получается чуть чуть меньше но по чекам интересно будет на самом деле посмотреть и посмотреть как вообще топовый человек будет стрейфить ну и кнопку прыжка тоже жмет долго понаблюдайте у себя как долго вы жмете прыжок пронаблюдайте это это очень важно на стрейфе так волстрей пошел неплохо так здесь гранд фреймом здесь просто селком и до финиша пронаблюдайте у себя как как вы долго жмете кнопку стрейф я вам я авторитетно заявляю что как только как только вы перестанете жать кнопку прыжка так долго как вы это делаете вы сразу улучшите все свои таймы марзаров 42 и 0 топ-3 поздравляю тебя поздравляю марзаров красавчик так халвбит тоже пошел с ударом об стену но не знаю эффективно ли там именно ударяться посмотрим 1100 набрал перед поворотом ну хорошие гранд фрейм и и очень хорошо в туннель зашел быстро очень хорошие гранд фрейм и вот по технике прямо вообще отлично марзаров красава ну немножко да на тысячу же там сложновато возможно стрейфить в каком-то смысле но блины халвбит вам и гранд фрейм и классные просто отличная естественно король гранд фреймов это кед все мы об этом знаем но блин марзаров вообще красава ну и вовка по моему тоже неплохо очень отыграл 41 7 и сид из красноярска не то чтобы остальные плохо отыграли я просто отмечаю гранд фрейм ребят ну тоже естественно с халвбитом так вообще перелетел тут тут пришлось перетормозить но это нормально хорошие тоже гранд фреймы более так плавненько стрейфит ой здесь можно было поэффективнее можно было намного эффективнее повернуть в туннель очень много сбросил ой видимо растерялся видимо хороший плюс видимо немного растерялся и блин но это могло быть потенциально сап 41 это могло быть потенциально сап 41 ты потерял очень много просто гору времени потерял на своих вот этих вот завтыках на своих ошибках но топ-2 тем не менее поздравляю тебя и антаткет первое место поздравляю тебя тоже сиакет 30 38 2 из венгрии тоже сприджам поместиться чтобы упасть на край рампы что получить больше скорости так с ударом об сену но там видимая выемка есть специально для vq3 так это читы очевидно это тоже читы все и все читы ребят вот более эффективный туннель 800 вообще в туннеле было почти ну и здесь просто серком как бы да очень очень круто очень круто ну что давайте цп 3 4 6 сам на mid player кузьмон x мы пока не знаем кого это возможно если этот человек смотрит обзор и напишет нам на премьере в чатике что это он либо напишет комментариях на под обзором ну как минимум я вижу что он понимает как поворачивать а.д. кнопками до страйфами это хорошо он не торопится он сначала меняет кнопку а потом уже ведет мышкой в ту сторону это похвально немногие до сих пор так умеют естественно нужно подоточить ну почему тут медленно в целом пройдено хорошо никаких ошибок ничего нету но пройдено медленно потому что большую часть карты он просто пытался набирать скорость кнопками страйфа до влево право естественно это не очень эффективно и нужно искать для себя дополнительно как бы свободные места так сказать спейсинг свой какой-то где можно полностью страйфить то есть кнопкой вперед но я думаю что если молодой человек я либо уже не молодой кто его знает только только начинает я думаю что он может написать мне в дискорд я могу перенаправить тебя к нашим уважаемым лунтику и карусу там много-много всех еще там нас и парки поп сидит и все 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 там и я сижу мини такой дискорд канал где мы помогаем новичкам если ты заинтересован пожалуйста напиши мне в дискорд есть контакты по моему в описании либо напиши на премьере там на премьере тебя уже подхватят лунтик лунтик ты по-любому смотришь напиши найдите его если что помогите ему ну все вы поняли короче так быстро x8 32 0 на 2 секунды эти две секунды я более чем уверен просто в стрейфе то есть опять же никаких ошибок не будет я думаю но этот молодой человек уже стрейт через кнопку вперед и так более правильно естественно потому что так набирается больше скорости но вот правда здесь небольшая тоже у него ошибка что он и поворачивает через кнопку вперед почти всю карту да в некоторых местах это более выгодно потому что после поворота кнопка вперед ты попадаешь для себя в нужную snap зону но на некоторых поворотах лучше все-таки использовать кнопки стрейфа но это опять же все приходит с опытом это надо пробовать это надо смотреть что типа вот ты здесь повернул кнопкой вперед а что если я поверну здесь кнопкой стрейфа и потом попробую вывернуть в какую-то зону как бы это нужно все но это по идее на стадии изучения карты делается а потом ты уже просто задрачиваешь и пытаешься набрать наибольшую наибольшее количество скорости итак агент 27 немножко подлагивая дали бы это у меня подлагивает ну вот собственно и почти уже вот почти почти все хорошо вовка 24 то сети он видимо основная проблема вообще вовки в том что он видите как долго очень духу до ползет прямо мышкой естественно на этом теряется он типа два прыжка ползет эти два прыжка можно было упсов 70 набрать на такой скорости или даже больше то есть это это все та же техника это все тоже влияет на тайм соответственно и чтобы лучше ориентироваться в худи и более четко двигать мышь до из стороны в сторону нужно играть пады пады по прямой просто какие-нибудь любые хотя бы раз в денек там какие-то пады ну можно поиграть хотя бы типа как для разогрева я думаю что игрокам до среднего уровня разогреваться нужно как бы нужно разогреть руку и так далее потому что все движения еще не отточены ничего еще нету мышечная память в не очень и все такое вот 87 волка ноет ну то есть играя просто варкап и вы будете очень долго расти посмотрите на лунтика посмотрите его итоги полгода назад и посмотрите сколько он бустов сейчас сделает подряд это просто человек задрот просто вот он он говорил что ничего не у него не получается мы говорили лунтик старайся лучше он постарался лучше и сейчас он борется на пустах с икарусом но то очередная ошибка что не поворачивал боковыми боковыми почему-то кнопками хочется сказать кнопками страйфа влево-право тем не менее перебил просто хорошо набрал скорости и перевел 284 сергикус долго долго прыжок и мед но зато уже стрейф более такой четкий да очень даже ночью даже ничего стрейф четкий но прыжок прыжок сколько можно ребята не жмите прыжок так долго старайтесь 27 6 violence из узбекистана так с небольшим при джампом вот тоже буду но здесь ладно но когда вы именно стрейфите когда вы набираете скорость не надо жать так долго прыжок на поворотах бог с ним ладно и тем более через пол с поворотами с кнопкой вперед это не так важно но особенно даже когда вы боковой боковой кнопкой стрейфом поворачиваете кнопка прыжок тоже важно потому что вы же поворачиваете набирая при этом какую-то скорость в общем то пройдено неплохо но опять же кнопка прыжок она прям вот 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 уберите у себя эту кнопку прыжок сделайте ее максимально коротким промежутком вашим вашей демки так сказать и сразу любая демка сразу станет и быстрее и красивее так что 27 5 чуть-чуть совсем перебил quick у а линса и у куик эфи очень пис но тоже ну более-менее приемлемо но все равно долго дожмет намного много много заранее много потом держит еще хотя вроде не держит после прыжка но перед прыжком очень много жмет вот все плавненько все четенько просто все плавненько взял такой хоп-хоп и 27 5 файл 26 7 из мухосранска неплохо привет файл давно тебя не видно было вроде как так срезы пошли о ее ей вот даже не знаю но с туннелем наверно быстрее конечно этаж cpm тут же можно повернуть но скорее всего было по траектории не очень подходил ему туннель поэтому а так бы может я думаю из 26 может быть даже и вышел потому что туннель явно экономит около прыжка тут как раз 752 но в общем с роутом немножко не угадал стрейф опять же очень даже ничего 25 9 . так немного зацепил вам стену на ней потерял но это я думаю не особо критично угол там не срезал берет изначально чуть шире чтобы зайти в этот тоннель все верно ну и на 1600 на 1700 финиширует очень даже быстро очень быстро вот 45 на час гул начался начался так здесь угол не зацепил но при этом чек поменьше чему товарища так сказать зато здесь срезал угол но и скорости тут целом немного поменьше тут 1500 прям было вроде как и завернул не очень плавно зато видимо в конце ну в целом я думаю что это разница тупо из-за среза то есть вот он угол точки вроде почетче да немного и как будто бы скорости везде побольше но траектории более широкие из этого такой тайм а у начиса примерно такие же скорости то есть он не сильно проиграл прямо по стрейфу но роут лучше из этого собственно вот вам разница роута да то есть вот вам грубо говоря я говорил там средний да с какими-то перелетами и вот вам быстрый начинается уже с градациями вплоть до икаруса 22 и 8 но skyx 24 4 на соточку даже не на соточку на 40 всего-то на 40 перебил так хороший при джамп 1100 очень хорошо очень много скорости здесь хорошо срезает здесь срезает угол все очень четко стрейфит очень хорошо мне прям нравится прям радуется глаз особенно вот эти повороты плавные когда рука не не монтажируют но вот поворот по моему на повороте как-то но тут хитро да надо ее конечно же было поиграть чтобы прямо судить что ним что из мелочи каких-то неправильно по траекториями так далее но мне кажется что финальный поворот можно как-то побыстрее то есть на финиш поворот на 90 градусов вот этот он по крайней мере у на час гол вроде как вышел каким-то более быстрым то есть нужно изначально наверно брать чуть шире чтобы повернуть быстрее и начинать им и раньше начинать набирать скорость на финиш 23 9 3 место не ларва поздравляю тебя посмотрим сап 24 без приджампа очень хорошо поворачивает тоже ну возможно немного лишнее вот это виляние было так за скимил в туннеле все хорошо вот 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 и со скимом даже и сразу набирает скорость вот видите ночь хорошо прострейфил молодчина так 23 912 на 30 всего лишь на 30 перебил ну-ка из шапань из японии товарищ если действительно из японии тоже очень узкие траектории естественно в цпм нужно облизывать стены это почти обязательно ну спейсинг почти тот же самый здесь ким но как-то я не знаю но нужно конечно более детально разбирать чтобы сказать почему у них разница казалось вообще одинаковые не ларва вроде бы даже по стрейфил получше как-то поплавнее да и скорости везде побольше но видимо вот где-то добрал и перебил японский представитель так сказать дефраг сообщества ну и на секунду перебил всех и карус первое место поздравляю тебя брат 28 из советского юниона то есть стало быть лук юнион до или как там так очень много скорости сразу плюс 200 здесь минус джамп и вот вам минус джамп и плюс 600 да ну как бы точнее но плюс 800 с разницей да ну вот вот вам быстрее пожалуйста минус джамп просто минус джамп и все вся карта ваша пожалуйста такие вот демки давайте перейдем к браузеру браузеру у нас значит во первых обращу внимание на невалидные демки кузлеха за 45 6 29 0 сказано было что он просто стоит на старте демка заканчивается и все то есть вроде бы я что-то такое вычитал из переписки ребят которые валидируют и плюс там нос еще был то есть молодой человек кузлех точнее уже мы знаем что кузлех не очень молодой но возможно хитрожопый возможно это вышло как-то случайно возможно какой-то бак и так далее но в любом случае его демки забанены вроде бы на один варкап тут бы наверно указалось но он да сам нос в соответственно это все просмотрел и они естественно дисквалифицированы потому что просто переименованы то есть сама демка так по идее записаться не может по идее как как ребята порешали он просто постоял на старте возможно это какой-то баг возможно мы ничего как бы против кузлеха не имеем у него безупречная репутация в комьюнити никаких читов и так далее он ранее не присылал хотя говорили что уже такое было у кузлеха возможно это какой-то баг возможно он просто постоял на финише взял темп демку точнее current из ты из папки темп переименовал ее и вот пожалуйста вам нарисовал тайм да не знаю не знаю так диман димон не успел грустно очень грустно ну кузлех я не знаю что там у тебя случилось да вот он сам видимо не знал то есть но что-то цпм загрузил плохую демку и в кутре автоматом не засчитывают не знаю не знаю в общем это вопрос уже квалидатором это вопросы не ко мне обсуждается но это тоже не нужно у меня свое мнение на это все у валидаторов свое мы не конфликтуем так сказать но все ребят всем спасибо за просмотр обязательно пишите комментарии ставьте лайки присоединяйтесь в наши дискорды и по поводу спонсорство кто желает поддержать пока что только на стримах ближайшие стримы будут я думаю в ближайшее время не скажу пока точно когда а по спонсорству на ю тубе пока что не присылает мне там ничего ничего что нужно было бы подтвердить поэтому пока вот так вот так что кто желает поддержать вдруг рублем милости прошло на стрим либо подписка там либо какой-то 25 рублей в закинуть всегда приятненько и всегда повышает так сказать настроение ну все всем удачи не забывайте жмать подой кто-то подумал класс да вот не забывайте жать прыжок очень коротко не надо не надо его зажимать нужно нужно нажимать предельно точно в момент прыжка вот и все все много уже говорим всем удачи всем стараться лучше